какой запах тыкву я запекла можно так сказать на день влюбленных на мужу на день рождения девочки кошечки мои любимые всем доброе утро ребята всем привет ну что сегодня день у нас 2 разбираю эту часть девочки я прям хочу сегодня закончить шкаф чтобы к нему не возвращаться у нас здесь шкаф поделить с мужем напополам я вам об этом повыше покажу часть моя и часть его всего у нас все пора здесь у меня нижнее белье и купальники и мужа тоже и аллеграны купальники не только моим не знаю уж показывал или нет он новый я сомневалась сомневалась в этом купальники но решила его взять за не покупал что тут еще хотела показать в этом году купила такой офигенный я вообще люблю купальники знаете что с высокой посадкой мне тоже муж любит это вылетали пятидесятые это вот тоже купальничек весной отдала много купальников купальники купальники отдала которые мне уже были маленькие они видимо 7 здесь у нас коробка лекарства ремни я трогать перебирать конечно же вещи уже не буду он сказал мне повесить все как было поэтому я аккуратненько буду доставать складывать мы и убирать без всякой импровизации это я дарила мужу на день рождения не видел сейчас покажу полу длинным рукавом мы кстати на день рождения моего мужа в этом году как и сговорились а точнее сговорились практически мы ему дарили полу и с коротким и длинным рукавом ссылку я оставлю если вам интересно посмотрите комментарии по одним одни копты одни пол это коробка моего мужа здесь у него тоже все новые рубашки пакетики что-то тому же так моя волшебная палочка свои вещи я буду доставать палочка а его я буду уже собирать с лестницы вот так вот аккуратно выкладывать чтобы все было по сейчас покажу повыше у него конечно получше не так как у меня видите по цветам все разложено мы платят уже много лет но знаете такое зимние какой-нибудь праздничек на рождество можно выгулять ну пиджак просто висит он там просто он у меня из деликатной ткани растягиваются все криво в рим платье с открытой спиной и это платье покупала в париже валентина все было комната купли на купли так давным-давно вот видите я вот я реально хорошо что разбираю ничего уже не помню тоже такое классное платье кассиром я наверное несколько платьев повешу туда вниз чтобы я могла их выгулять зимнее осеннее весеннее летнее в любое время суток значит что-нибудь сверху необычное я его покупала перед поездкой на сардинию мы ездили с моей подружкой давно отдыхать и я его там покупала ой гляньте нужно эту подшить змеечку они укорочены расклешены тоже вот такой вот костюм с юбкой длинной не длинной а юбка мидии чуть-чуть ниже колена платье на день влюбленных сердечком я тоже должна в общем весить 45 килограмм не больше иначе она мне просто начинает стягивать и подтягиваться половина уже пустая вот еще тоже платье часто его одевала черная такой карандаш мне тоже его муж покупал в пинка когда я его просто одел он говорит берем это тоже было очень давно такой комбинезон классный тоже вот это необычный вообще девочки костюм это тоже пинка совместно это была разработка одна из коллекций какой-то известная турецкого дизайнера женщины и она видите как разработала юбка в полоску и майка в круглешочек у меня есть где-то фотография тоже очень часто в общем мне нравится этот костюм нашу его с большим с удовольствием а прям а а в в в в в в в Продолжение следует... 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 Кристина, нужно ей забрать этот керфер у соседей, вот, он им уже не нужен, а хозяевам нужно отдать. Девочки, буду сейчас делать начинку из домашних колбасок, свиноговяжье, на сковороду, все, только сосиски и лук. Масло, шлычок. Сосиски наши домашние готовы. Отставляем. Тыква тоже через блендер. Готово. Так как мы не часто едим макарошки с бешамелом, я предпочитаю готовить сама. Где-то здесь литр молока. Будем помешивать, уже поставила водичку на макарошки. И немного мускатного ореха. Так, вот так вот. Давайте собирать. Ещё мало, ещё не остыла, она потом затвердеет больше. Загустила. Так. Нашу тыквочку. Обязательно. Мягкий сыр, по желанию. Пусть тыквы будет побольше. Это же макарошки с тыквой. Поэтому я хочу, чтобы она чувствовалась не сильно, но чувствовалась. И получается, знаете, что вкус, сладкий вкус тыквы будет перебивать наша домашняя колбаска. Она же, знаете, это у неё достаточно такой яркий вкус. Поэтому они сочетаются вместе. Идеально. Напоследок парнизан. Ну что, готово. У меня осталось немного бешамелы и тыквы. Потом вечером покажу, что буду из этого делать. Это же творческий беспорядок. Творила. Ой. Вот недаром же я поведала чуть-чуть. Потому что пока готовила, напробовалась. Пару макарошек съела. Колбаску домашнюю попробовала. Так. У меня времени. Через пять минут и два левра забираю. Уже четыре часа. Сейчас, если успею, только духовку. Ой. Духовку. Газовую плиту уберу. А посуду то, что у меня там осталось. Пока я граблю пол в мигать. Помою всю посудку. Всегда, когда готовлю что-то вкусное, стараюсь снимать рельс. Но это когда снимаешь рельс, нужно переворачивать камеру. Да, шорс, рельс. Сегодня не переворачивала, потому что мне звонили много раз. И Кристина, и потом и то, и то, и то, и то. Ну, в конце концов, у меня осталось мало времени. Я думаю, хотя бы успеть приготовить до прихода Аллегры. Поэтому камеру не переворачивала. Но, вроде как я сдалека снимала, поэтому посмотрим. Если получится увеличить, чтобы было и красиво, и видно, то сделаю еще и рельс. И будет удобнее. Знаете, будет сразу рецептик. Не надо будет, да, во влоге его смотреть. Так удобнее. Ну, и плюс, конечно же, я тыкву не часто готовлю. Поэтому хотелось бы, чтобы рецептик остался. Все. Готово. Четыре часа. Там пару минут осталось. Пойду переоденусь. Четыре часа. Что у меня лицо? А, и Алексу. Алекса! Баста! Я Алексу как раз поставила. В общем, будильник писала на четыре, чтобы успеть переодеться. Аллегра прибежала домой. Ей нужно было срочно доделать рисунок. Я говорю, мы же фильм хотели посмотреть. Мама, срочно нужно доделать рисунок. В общем, она додела какой-то рисунок. Говорит, не смотри. Это сюрприз. Так. Отправляем в духовочку. У меня осталась пешанелла. Я хочу из нее сделать соус. При подаче, знаете, в тарелочке. Я думала, будет вкусно. Это так. Импровизация. Помните, мы с Кристиной, с подушками ходили в ресторан. Отмечали праздник Хэллоуин. И там как раз на ужин в меню была лазанья. Только не паста была, а лазанья. Сейчас подожди. Войми фавидели тезору. Вяна, фавидели. Какой-то? Не устал, что мне так нагабарит сильно. Ну, Мария, ты прибежала, голодная. Рисунок сделала. Фавидели эту одизенню. Веностри. Амитти, а? Я говорю, покажи, что ты нарисовал. Это козе. Не говорит мне, что это такое. Новая паста в форме. Делаю ей бужанинку и внутри сырока. Бешамела тоже. Пастукала. Ну. Разогреваем кровообороны. Мам, мы посадим, не посадим. Очень вкусно. Бешамела и хочу добавить туда тыкву. Сейчас переверну камеру и буду снимать. В туалетградолу я хочу посмотреть и мультики кушать. Какой запах. Мы любим позажаристый. Была у меня двадцать восемь минут в духовке. Бабу. Бабу. Да. Бабу. Что? Да. Бабу. 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 Да. Говорит, с соусом Аллегра не очень понравилась. Мужу, да. Посмотрите, какая красота получилась. Муж сказал, очень вкусно. И вот так вот кремом мы, получается, кушали, да? Это, получается, нереально вкусно. С этим кремом. Вот прям попробуйте, если будете делать пасты, и оставьте для крема. Муж принес уже панеттони. День новогодний. И пасты, и панеттони, и шоколады. Наши знакомые. Сейчас будем кушать, пробовать. Равана, ты заводишь. Мы уже поужинали. У нас ужин просто был божественный, можно так сказать. Очень вкусный. Хотела вам сказать. Видите, сверху. Это похоже, знаете, на что? Знаете, как воздушный рис, а это воздушный шоколад. Я ни разу не ела воздушный шоколад. И он сверху, и он такой хрустящий. Я сейчас, понятно, он мягкий. И вот это вот воздушный шоколад, знаете, у вас так хрустит, назвал. Такой вкусный там, очень. Это, кстати, принес нам брат, Максим Ильянов, Кристина мужа, ее брат, да? Да, правильно сказал. Федерико. Он работает, они там делают торпи, панеттони, уже вот лошадки. Такой красивый, знаете, это рождественское. Рисуночек. Кристина прислала фотографию, она говорит, ой, вот этот прям соус идеально, потому что, Аллегра меня там звала, я не могла рассказать. В любом случае паста, сколько бы вы бы шамеллы туда не налили, паста в духовке, она всегда немножко сверху, да? Особенно там может быть суховатая. А вот с этим соусом вы вот так вот каждую макарышку берете, обваливаете, кушаете. Это так вкусно! Кристина завтра по ленцу. Единственное, у меня не осталось бешамеллы, но у меня осталось немножко тыквы, крем-тыква осталось. Я думаю, она сделает бешамеллу и польет, будет очень вкусно. Кошечки, моя любимая, Аллегра, я не знаю, уже мне с этой ранкой. Сегодня она, знаете, что приклеилась у нее к носку. Она идет домой, плачет, опять плачет. Все вот расстроено. Мы посмотрели фильм про свинюшку. Вот такой, и она говорит, мама, я сейчас расплачусь от счастья. Все, кошечки, моя любимая, буду я быстренько убирать. Если честно, я сегодня немножко подустала, такая моряка подрастрепана. Кошечки, девочки, мои любимые, мои самые лучшие, самые красивые. Буду заканчивать это видео. Всем спокойной ночи. Чао.